Всем привет! Сегодня я решила впервые появиться в кадре. В основном я снимала видео с руками. Сегодня я хочу рассказать о своих покупках на сайте iHerb. Получила я уже оттуда целых три посылочки. Одна еще, к сожалению, в пути. Я буквально сегодня хотела на почту писать заявление на розыск, так как уже в течение двух недель посылка никак с Москвы до меня не может добраться. Что, в принципе, не очень приятно. Посылочка с Америки до России добралась всего за неделю, а в России она уже две, наверное, с половиной недели, если не больше, не может никак до меня допутешествовать. Что не может меня огорчать. Продуктов у меня довольно-таки много, так как я практически настоящий шипоголик, я большая хатюка, я все хочу, поэтому я довольно-таки неплохо заказала. Вот, значит, я думаю, без лишних слов перейдем к показу, или как это назвать, не знаю. В общем, начнем, давайте, наверное, с масел. Вот такая вот большая бутылочка масла. Это масло виноградных или виноградных косточек. Здесь 473 мл, что не может не радовать. Масла я пока еще активно не использовала. В чистом виде буквально пару раз наносила на руки, так как для меня такая структура масляная довольно-таки непривычная. Я, ну, не любитель такого. Но я знаю, что это очень-очень полезно, и я решила все-таки себя приучать потихонечку, начиная с рук. Затем уже, я думаю, приду на другие частые дела. Вот. Масло без ярко выраженного запаха. М-м-м, по-моему, даже, в принципе, вообще без запаха, может быть, как-то. Вот. Масло впитывается... Ну, для меня, для меня не слишком быстро, да, но, возможно, для кого-то это и быстро. Вот как-то так. Так, значит... Ну, эта крышечка не очень хорошая, так как вот я ничего не сделала, в принципе, я только открутила и закрутила крышечку, и он здесь тоже поверхность вся в масле. Ну, в принципе, ну, я думаю, я с этим смирюсь. Далее. Далее я заказала 4 эфирных масла. Масло корицы. Я заказывала первый раз, да, больше не по каким-то полезным свойствам, больше по своему восприятию этих масел, которые мне, я думала, что мне возможно понравятся эти масла. А, вот, ну, вот с этим как-то я пока пытаюсь дружиться. Масло, насколько я знаю, почитала, весьма полезное, масло корицы. Здесь его, кстати, 30 мл. Это от фирмы Nao. Предыдущее тоже масло от фирмы Nao. Вот, оно довольно-таки ядреное. Да, я понимаю, что это корица. Возможно, я привыкла к химической корице, которая не так ярко выраженно пахнет. Но для меня пока этот запах рисковат. Мы с ним пытаемся подружиться. Ко мне пришла моя маленькая помощница. Такую червашку я недавно подобрала под своими оконами. Она мяпкала, просилась. Вот, в общем, взяла её покушать. Ну и, естественно, не смогла уже её обратно отправить. Поэтому у нас теперь два котейки. Ласяня. Ласяня, посиди со мной, если хочешь. Вот, далее масла. Масла, которые мне понравились. От которых я... От запаха которых я в восторге. Пим. Вот, это масло... Мандарина. Это масло мандарина. Вот, эфирное. Ай-яй-яй, Масянь. Вот, в общем, оно пахнет очень классно. Оно пахнет мандаринами. Это от фирмы Нейчурас Алчемия. Я вам, наверное, какие-то произношения не правильно произношу, но не следите срок. Вот. Оно классно пахнет. Всё. Каких-то его свойств я ещё пока... Ну, я говорю, опять-таки я пока к маслу себе приучаю, поэтому я пока ещё его активно не использую. Поэтому я могу пока говорить только о запахах. Вот. Значит, это масло апельсина. Я не знаю, чем я думала, когда я заказывала два масла апельсина и мандарина в одном заказе. Как-то меня, видать, попёрло на цитрусовые. Вот. Он тоже очень классно пахнет. Прям такой... Хочется его скушать. Масянь, что ты там лежишь? Ложки? Ну, вон. Вот, тоже эфирма. Его здесь 15 мл, как и в предыдущем. Ой, пока нравится. И последнее масло, вот тут вот самое странное масло. Это техасский кедр. А, да. Ну, мой кедр. Не знаю. В общем, я читала, что это какой-то можжевель. Ну, не какой-то, а это можжевель. Вроде, по-техасски. Вот. Штука эта... Весьма странная. С этим запахом мы, ну, мягко говоря, не подружились пока. Не знаю, зачем мы его сделаем. Я думала, что это будет пахнуть вкусной ёлочкой. Запах мне, в принципе, не противен. Ну, то есть, меня резко не отталкивает. Но для меня это запах... Вот, знаете, наверное, это такой вот... Ну, первая ассоциация, это старая баня, влажная. И дерево, которое вот такое постоянно влажное, слегка подгнившее. Вот, вот, вот что-то... Что-то для меня это вот такой запах. Я могу это так объяснить. У меня других ассоциаций не возникает. Вот. С маслами пока всё. Ещё я хочу... Уже определилась, какие я масла хочу сказать. Теперь я больше ориентируюсь не на своё обоняние, да, а ориентируюсь на полезные свойства. Ну, и также, естественно, учитывая то, что мне какие запахи резко могут не понравиться, те, естественно, я как бы, ну, чем себя насиловать. Вот, далее... Далее, наверное, я вам покажу вот такую вот лупу. Вот такая лупа, она стоила, по-моему, в районе одного доллара. Её я взяла для своей мамы. Вот, здесь ещё есть такая вот подсветочка. Такой один диодик. Вот. Ну, пригодится. Далее. Далее был вот такой бальзамчик для губ. К сожалению, я сразу не прочитала его состав. Здесь весьма не очень, по-моему, хороший состав. Я, конечно, ещё не такой эксперт в составах, да. Но, судя по, значит, отзывам, я очень много здесь в последнее время смотрю YouTube на данную тему. Вот, значит, и я поняла, что здесь не очень хороший состав. Но бальзамчик, в принципе, ну, неплохой. Ну, бальзам и бальзам, я бы так сказала. Бальзамами я, в принципе, пользуюсь не так много. Мне почему-то они очень-очень медленно уходят. И думаю, у этого бальзама хватит на долго. Тем более, у меня ещё есть один другой бальзамчик, который, по-моему, Сьерра Бис называется. Это мне его сестра задарила. Поэтому мне надолго и года этого хватит. Вот, дальше. Дальше. Раз уж мы заговорили про Сьерра Бис, я вам покажу. Отвлеклась. Вот, значит, такой крем. Я убрала бак, он стоил прям совсем-совсем недорого. Ну, в принципе, это меня и привлекло. Вот, так, фокус, фокус, фокус. Ну, фокус. Да не на мне фокус. Давайте, не знаете, как это сейчас попробуем. Я сейчас только попробую спрятаться слегка. Нужно не спрятаться, а увеличиться. Вот такой вот кремчик. Наверное, ну, вы не пугаетесь, что вот так вот я сейчас выгляжу гурлоном планом. Ну, думаю, так будет удобнее показать крем. Вот, значит, вот такая вот баночка. Вот, значит, что здесь не очень удобно, так это то, что нет такой заглушечки. Или она вот сверху болтается. Может быть, она вот сверху здесь болтается? В общем, крем. Вот, вот, в общем, значит, что могу сказать об этом креме? Он белый. Он кремовый. В общем, ну, я думаю, что, скорее всего, буду пользоваться им, ну, более теплое, более холодное время года. Думаю, что он все-таки тяжеловат. Впитывается он не слишком быстро. Он довольно-таки жирненький крем. Ну, кора после него такая, ну, так ощущение, что, не знаю, пленкой, не пленкой. Как-то он жирный. После него жир остается такой. Не очень люблю такие кремы, но он очень ужин стоял. Ну, вот. А, и вторая штучка от Sierra Pisa. Это такой бальзамчик. Это бальзам от укусов, ссадин, по-моему, царапин, что-то такое. Брала его тоже по акции, стоил он всего лишь в один доллар. Такой базилинчик, я бы сказала, прозрачный. Чуть его не видно. Такой штучка выглядит. Ну, в действии еще не знаю. Посмотрим, конечно, я еще. У меня не было укусов, ссадин и еще чего-то. Посмотрим. Ну, в принципе, за доллар, ну, почему бы нет? Будь такой величек дома. Дальше, дальше, дальше. Давайте, наверное, дальше косметика от Elf пойдет. Возможно, я видео, наверное, разделю на две части, потому что, ну, тут очень много. Первый я постараюсь рассказать о более косметических средствах. Не знаю, короче, посмотрим, как разделю, так разделю. Вот. В общем, дальше. Дальше у меня идет косметика Elf. А, значит, Mineral Lip Tint 28 грамм. Вот. Что могу сразу сказать про футлярчик? Видно, что надпись уже истирается. Держится довольно-таки крепко, его тяжело открыть. Вот такой вот помад. На картинке он кажется более какой-то, ну, приятный розовый. В стике он кажется прям такой какой-то рыжий. Ну, на губах тонким слоем он, в принципе, довольно-таки неплохо смотрится. Толстым слоем мне уже не нравится цвет. Никакой это не тинт. Потому что, ну, он не оставляет цвет на губах. Вот. И для меня приятный такой сюрприз, то, что он сладенький. Помада в связи с этим быстро кончается. Я думаю, что быстро кончается. Вот. Дальше это Lip. Блан тинт. Опять-таки, заявлено как тинт. Естественно, это никакой не тинт. Но я и не ждала, что это будет что-то суперустойчивое. Я ждала просто приятный блеск. С таким приятным цветом. Мне нравится, как он лежит на губах. Мне нравится, какого он цвета, скажем так. Такой полупрозрачный. Вот. В принципе, мне нравится эта штучка, но она, ну, как бы, она соответствует своей цене. Так, далее. На секундочку я сразу вытрусь, а потом у меня будут руки. Далее, наверное, покажу такую штучку. И, скорее всего, наверное, будем заканчивать на этом. А остальное я покажу, наверное, на следующем видео. Потому что слишком долго. Ну, сама знаю, что мне не нравится смотреть видео более, там, ну, 15-15 минут. Потому что это очень утомительно смотреть одно и то же видео. Но одного и того же человека хочется немножечко как-то отдохнуть. Отдохнуть. Вот. Это, значит, такая штучка. Ультра-нейлс... Нейлс... Нейлс... Нейлс-тринги. В общем, я вам сейчас покажу, сами прочитайте. Штучка эта была заявлена как... Ну, да, вы прочитаете. Штучка эта была заявлена как, значит, такой укрепитель для ногтей. Вот. Ну, я им пытаюсь активно пользоваться. Ну, естественно, я мазалась там буквально два дня. Если бы я забываю про него. Вот. Естественно, ногти у меня не укрепились. Но я в это свято верю. Отзывы о нем очень хорошие. Стоит, я не помню, сколько. Я обязательно все ссылочки оставлю внизу. Ну, за счет вы сможете посмотреть. И... Возможно, заказать, если вам понравилось. Также, если вы делаете заказы в первый раз, вы можете воспользоваться моим кодом на скидку. Мой код довольно-таки простой. W-W-W-F-400. Ну, я обязательно где-нибудь оставлю. Возможно, на протяжении всего видео будет где-нибудь в уголку ненавязчиво висеть. Чтобы вы не забыли. Я буду очень вам признательна, если вы воспользуетесь при заказе. Для вас будет очень приличный бонус. Это 10 долларов на первый заказ скидка при заказе от 40 долларов. Либо же 5 долларов при любом заказе меньше 40 долларов. Я вам расскажу на такую хитрость, как можно платить. Допустим, если вы делаете заказ на 40 долларов, значит, выше 40 долларов, и, значит, вам не хочется платить 40-50 долларов, да, но для вас это дорого, вы можете заказать из раздела «Провненькие скидки». При общей цене, там есть общая цена, то есть цена, от которой, значит, рассчитывается, какую скидку вы получите, 5 или 10 долларов, считается полной стоимостью продукта. Но, значит, в конечной сумме подсчитывается стоимость продукта со скидкой. То есть, допустим, сделаю заказ вместе с доставкой. Сейчас, кстати, идет акция на доставку через Боксбори. Доставку я уже воспользовалась. Доставка мне очень понравилась. До меня, до города Киверова, она идет всего 2 недели. Что может быть, что не может не радовать. Проверено дважды, ровно 2 недели идет заказ. Хотя нет, вру, 3 заказа и ровно 2 недели, день в день. Вот, одновременно с первым своим заказом я делала заказ через почту России. До меня он еще не дошел, к сожалению. Заказ же, который я делала неделю позже, я уже получила через Боксбори. Поэтому, в принципе, я, наверное, буду пользоваться в основном этой доставкой. Так как она мне понравилась. Сейчас, кстати, весь август, на этот доставку начала говорить, идет акция, любой вес, ну, до 5 килограмм, кажется. Вы можете заказать, заплатив всего 8 долларов за доставку. Вот. Так вот, отвлеклась. В общем, один мой заказик, я заплатила вместе с доставкой всего 14 долларов, получила 10% скидку. Этот заказ был... Я заказывала с раздела пробники. Такие очень интересные штучки. Вот вроде... Вроде вот таких вот. Вот таких вот. И у меня уже целая куча. Всю-таки вот таких штучек. Вот. В общем, вы можете попробовать, если вы боитесь заказывать на большую сумму. Вы можете попробовать, да, такой пробный заказ, который пойдет вам всего порядка 15 долларов. Что не может не радовать, если вы воспользуете купоном. Вот. Для меня тоже это будет приятно, так как я не скрываю, и я получил с этого бонус. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал. Если вас что-то заинтересовало, обязательно оставляйте внизу в комментариях. Внизу не забываем посмотреть волшебный код-купон на скидку 10 долларов для вас, для первого заказа. Вот. И также внизу все ссылочки на продукты, которые вы только что увидели. До новых встреч во второй части моего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok